Всем привет, с вами Андрей и Наташа. Мы сегодня смотрим трейлер игры Final Fantasy 7 Rebridge, может так читается. В общем, мы буквально недавно смотрели фильм, Скотт Переглим против всех, и там упомянули Final Fantasy, и тут мне на глаза выскакивает Final Fantasy трейлер, и это гигантская франшиза, в которой очень много частей, но все эти части, они как самодостаточная история в разных сеттингах. И вот Final Fantasy 7, это на самом деле есть старая часть, и недавно ее делали ремейк, но там типа они сделали другой сюжет, а не как было в оригинальной игре. То есть та игра еще общепиксельная была такая, в другой эпохе выходила. И получается, что у Final Fantasy 7, как я понимаю, это такая единственная в своем роде, это будет часть, в которой есть продолжение. То есть они выпустили Final Fantasy года два назад, и там история не завершалась. И по сути это продолжение Final Fantasy 7, и у него вот есть приписка типа Rebridge. Ну мы как бы вообще не в курсе, что там за герои и так далее, но это интересно посмотреть, потому что по сути это аниме в 3D. Да, да. Так что... Я ничего не знаю про сюжет, немножко видела геймплей, какие-то трейлеры и так далее у меня тоже выходили в рекомендованных, но прям вот так вообще ничего не знаю. Да. Просто у меня сразу в голове главный герой блондинчик, по-моему. Да, да, да. И все, это единственное, что я знаю. Да. Так что давайте посмотрим. Запускаем. Вон блондинчик. На спине. Да, да. Сзади, да. Не, ну много крашей. Он Берсерк. Да, да, да. Но вообще это же культовая игра тоже. Много у нее фанатов. И выглядит она вообще круто. Да. Окей, мы рассмотрим за Сефарот. Вы думаете, что он может найти? Ооо, Сефаноф! В этой игре, наверное, уже, блин, не знаю, лет двадцать. Ну, оригинально, да. Даже если не больше. Фига себе. Фига себе. Это... Ооо, вот это. Да, да, да. Там же маленькие крылья. Можно ли так вообще летать? Тут можно. Да. Я спросил, потому что я уверен, что они солдаты, которые страдают от целлюлальной деградации. Не будь укреплен. Ты знаешь правду. Действуй в меня. Сефарот! Ну, вообще, это как бы партийный РПГ, где ты управляешь отрядом, по сути. Угу, угу. Делаешь всякие приемы. Просто это сделано, наверное, намного качественнее, потому что таких же РПГ вот именно на компьютер, в стиме бесплатных дофига. А это вот прям такая франшиза. Ну, а она тут сделана в таком прям пафосном мега-стиле. Да, да. И, как я понимаю, она все-таки там не всегда одна концовка. То есть это РПГ, где ты качаешь персонажей. Ну, да. Ну, да. Это что-то такое. Это японские игры. А, это какие-то дополнения, видимо, будут. Это всегда, типа, в Final Fantasy всякие есть вот куча. Понятно. Поддержите моего друга? Как вы, какого-то? Это брак? В原цах. Да, только чтобы появиться, когда планета в страшном опаске. Кто сам願ай отверстие моего греха? На нас. Все-таки. Когда мир взрослые. Я ждем, Клад. Клад, это было Levitable. так вот черт и год ну да я вспомнила что я видела небольшие такие прохождения и то как люди реагируют на эту игру и тогда и сейчас мне было желание такое типа прикольно можно было бы даже поиграть то есть там вот именно самому играть больше потому что то есть вы же ты привязываешь графика прикольно там еще ты можешь летать я так понимаю можно будет как-то плавать тоже что показали на секунду какие-то еще мини-игры ну то есть куча контента вообще я вспомнил резко я рассмотрел деньги умеет заработать я смотрел разбор именно старых частей и в первых я так понимаю в ремейке тоже то есть что основной мотив по крайней мере в начале игры что ты начинаешь в игре в таком городе-заводе и и там есть такая эко повестка по сути ты играешь в начале игры типы за экотеррористов кто уничтожает заводы против боевыми методами и сама суть вот final fantasy игры что это гигантские игры на прохождение и что ты бываешь ну у тебя путешествия по разным странам городам и поэтому если оригинальная часть свое время ну у него была более простая графика и поэтому реализовать другие города мир и было проще а в первой игре в ремейке 7 части они по сути сделали сюжет только в городе вот в этом заводе а тут они уже показали другие пространства и то есть они не вместили это все в одну игру и мне кажется что это нужно того что это продолжение и мне кажется что это не тоже будет не конец и будет конь final fantasy 73 ну у игры есть фанаты и очень большая аудитория так что люди будут ждать будут покупать будут играть ну да вот в целом все больше добавить нечего так что пишите в комментариях что вы думаете насчет игры нравится ли вам она играли ли вы еще вообще в нее я думаю слышали точно тоже даже я слышала вот а так поставьте лайк подпишитесь на канал вам приятно всем пока пока